Отлично, значит, как я уже, скажем так, mentioned before, есть несколько составляющих данного выступления, я расскажу обо всем. Просьба в будущем задавать вопросы, уточняющие кому что интересно, потому что покрытых аспектов будет очень много и детально, понятное дело, я на всем останется не могу. Главное для меня передать общий посыл, куда движется индустрия, что вообще интересного происходит, что происходит с нашими конкурентами, партнерами и как это все между собой взаимодействует. Называлась, в принципе, конференция VMware Be Tomorrow, абсолютно в целом и полностью соответствует тому, что вообще обсуждалось на конференции. Давайте теперь детально обсудим, что было. Есть глобальное направление, которое называют все гибридным облаком, дико общее понятие, которое в себя включает все, с чем мы работаем. Как вы знаете, у нас нацистского, в принципе, зоопарк с технологиями, не только на самом деле нацистского. Все это вместе, воедино объединенное, называется гибридным облаком. То есть у нас есть одновременно, скажем так, наши инфраструктуры и новые части, там что-то живет в Амазонах, там всяческих хэкспейсах, что-то живет, скажем так, в наших дата-центрах, на которых крутится OpenStack VMware, что-то живет в железных дата-центрах, обычных hardware между собой. Это все как-то логически объединено. Вот вся эта экосистема сейчас называется по-модному, по-современному гибридным облаком. Соответственно, вокруг всего этого направления танцуют лучшие умы, которые пытаются придумать, как же всем этим добром адекватно управлять. Плюс, понятное дело, добавилось ко всему этому зоопаркому микросервисы, добавились всяческие стейтлесс и сервер-ласс приложения, которые живут какие-то доли секунды, до нескольких секунд, что-то делают, умирают, они дико динамичные. В общем, как-то так и живем. Что это, в принципе, значит для бизнеса? Бизнес – штука интересная, которая, скажем так, требует от исполнителей какой-то хотя бы определенности и, скажем так, ожидаемости. То есть нужно как-то считать риски, нужно считать какие-то ожидания, нужно думать, во что инвестировать, как инвестировать. Как ни к пути, бизнес требует у нас какого-то постоянного процесса внедрения чего-то. То есть вот такой вот континьюринг. Что это означает на практике? Так или иначе, у приложений, наших солюшенов, у всего есть какой-то жизненный цикл. Раньше, ну в принципе, на самом деле это постоянно было, есть и будет. Бизнес рассчитывает на какой-то промежуток времени, сколько должно жить приложение, в каком именно состоянии, то есть этап запиливания, концептов, непосредственно монетизации, скажем так, и доживание своей жизни на каких-то там окраинах наших дозу-центров. Отдают нам, отдают индусам, отдают в разные аутсорсы. Вот как ни крути, это общий жизненный цикл. Но в случае, когда приложение или в принципе весь солюшен живет в гибридном облаке, когда он размазан тонким слоем по куче дата-центров, когда он живет одновременно в куче облаков и взаимодействует со множеством других сервисов, начинаются проблемы. Потому что у нас нужно учитывать, как в принципе это приложение должно жить. На каждом из этапов жизни приложения, или в принципе решения, нам нужно обвязываться на другие части, на другие решения, и они так или иначе также меняются. Мы деплоим новые версии, деплоятся новые версии наших депенденсов и так далее. И это все дико динамично, особенно если мы говорим в микросервисах. И это новая реалия, которая требует совершенно других инструментов. Нам нужно, опять-таки, есть вот замечательное слово hyperconverged infrastructure. Это дико взаимосвязанная между собой инфраструктура. И нам нужно думать, в принципе, о эффективности взаимодействия компонентов. То есть о чем говорите, у нас там есть по несколько терабайт базы данных. О чем говорите, если у нас там кэши имеют огромные размеры, они размазаны между дата-центрами. И так или иначе постоянно выкатываются новые версии чего-то, что требует изменения каких-то компонентов отдельно взятых. Плюс нам нужно думать, в принципе, об экопировании этого всего добра. С точки зрения бизнеса, это все дико рискованная штука. Бизнес приходит и говорит, хотим просто иметь резервную копию. А как вы будете делать резервную копию там нескольких терабайтов базы данных, и как вы, в принципе, чисто теоретически будете ее потом рестуровать, это уже отдельная взаторная проблема. Для бизнеса это просто-таки нерешаемая задача на данный момент. То есть есть запрос на такие задачи, на решение таких задач. И начинают появляться предложения. Вот на текущей конференции были представлены несколько решений, как ребята уже додумались, догадались в клаудах эффективно бэкапить, аристорить. Общий посыл примерно следующий. Хитрить. То есть мы не делаем полные бэкапы, мы делаем всяческие хитрые инкременты, упрощаем отображение данных. Я об этом расскажу, собственно, в DevOps-составляющей, в DevOps-пункте. Но, в принципе, появляется за предыдущий год, появились несколько уже предложений о том, как с этим работать, и будет дальше продолжаться данный тренд, развиваться. Появляются инструменты, запросы есть, нужны инструменты. Огромная сейчас проблема – это экстендить текущие дата-центры в клауд. То есть мы называем это красивым словом Bootstrap. То есть когда у клиента есть уже существующая инфраструктура, и он хочет еще как-то расшириться на какие-то облака. Проблема с этим в чем состоит? Нет специалистов, скажем так, не хватает специалистов. Это, в принципе, сейчас основной хлеб DevOps-ов, скажем так, это переезжать во всяческие облака, это переносить приложения, это расширять кастомерами компаниям, в принципе, их существующие мощности на облака. Это просто-таки поленепаханная работа, и здесь для бизнеса основное требование – дайте, пожалуйста, людей. То есть они хотят, чтобы им давали, собственно, подрядчиков и склонителей, и же с ним. То есть решение у нас есть, нам нужно теперь просто иметь, скажем так, экспертизу. Ну, не только нам, но нам в том числе, нужно иметь экспертизу для того, чтобы переезжать. Нужны люди, которые будут это все понимать, которые смогут помочь кастомеру перенести отдельные взятые приложения и решения в облака. Забудь старапить, либо частично, либо полностью. Следующим этапом становится, собственно, кастомер анбординг. Как только кастомер переезжает в облака, у него появляются совершенно новые проблемы. У VMware есть кастомер, у Cisco есть кастомер, у всех больших компаний есть кастомер, которых мы перевозим в облака. И после переезда, понятное дело, появляются совершенно другие хлопоты, появляются совершенно другие архитектурные приколы. У нас возникает необходимость, скажем так, переписывать, переосмысливать логику приложения и логику решений, потому что в облаках, скажем так, мы не можем больше скелиться бесконечно вертикально, точнее, за ошибку. Здесь включаются совершенно другие механизмы. Здесь нам нужно, в принципе, переосмысливать работу решений, которые придает кастомер. Для этого, опять-таки, нужна экспертиза. Для этого нужно, чтобы росли люди, которые уже работают на проектах. И для этого нужно привлекать внешних специалистов, которые имеют необходимый опыт. Для софтсерва это уже стало проблемой. Мы сейчас стараемся максимально растить существующих специалистов, для того, чтобы наши люди понимали вообще, что, как происходит на всех этапах. На девопсах, в принципе, у нас для Глоба Рима ответственность за полностью весь процесс. Раньше у нас мы могли просто посадить человека на Enterprise, либо посадить на стартап направление, и человек занимался только своим направлением. В будущем мы будем лишены такой блажи. Девоп-специалисты должны будут понимать, осознавать все. То есть, в принципе, как это все задумывалось, так все это и будет, к этому движется. То есть, такой себе карманный архитект, и должен быть каждый. Для того, чтобы понимать, осознавать, скажем так, новые проблемы и новые возможности в углоках. Снова-таки, на передний план выходит Data Protection, поскольку за счет того, что мы делаем bootstrap новых дата-центров, за счет того, что мы как-то объединяем все это под одним большим зонтом нашего гибридного облака, часто исполнители не заморачиваются, в принципе, какими-то вопросами защиты данных. То есть, у нас обычные открытые коннекшены. Ну, на самом деле, не только у нас это глобальные проблемы по планете. Это все не родилось на территории сервера и сыска, это на ГМР рассказывали. Глобальная проблема конкретно с защитой данных. Нужно все это придумывать, как конкретно у пользователей и у больших компаний будет храниться, скажем так, секьюр-информация. Нужно сразу придумывать архитектуру. Уже, в принципе, есть решение для хранения секретов. Как старые решения, приобретенные, так и новые. Для бизнеса это дико критично. Бизнес не хочет терять данные, которые, по сути дела, являются его основным капиталом. А в IT, в принципе, данные для большинства являются основным капиталом. Снова-таки, нам нужно подумать об автоматизации всей этой новой инфраструктуры. Для бизнеса это превращается в еще одну статью расходов, поскольку гибридное облако требует использования нескольких инструментов. На данный момент существует дико важный хайперорити запрос на, скажем так, универсальные инструменты для управления всем этим добром. Для того, чтобы не писать, не плодить большую количество инструментов, не держать огромный штат разных сотрудников. Намного проще, выгоднее и эффективнее держать, скажем так, универсальных людей, которые умеют работать со всем гибридным облаком. С ферическим вакуумом. Опять-таки, для бизнеса важно при этом еще генерировать какие-то дополнительные деньги за счет переезда на гибридное облако. Нужно иметь представление о том, что... Вопрос был или нет? Видимо, нет. Бизнес, когда переезжает на гибридное облако, например, с обычным дата-центром, он ожидает каких-то бенефитов. Он хочет оптимизации, он хочет иметь какие-то, скажем так, перспективы в обозримом будущем. Это важно понимать, какие именно плюшки дают гибридные облака и облака в принципе, и предоставлять клиенту информацию об этом. В принципе, это есть общее направление, такое себе digital transformation. И для бизнеса, понятно, бизнес хочет понимать, что это для него будет означать. То есть, например, там начинает наша компания, вот как вы знаете, SubServe, например, начал digital transformation. Возможно, кто-то не знает, кто-то знает. Но в принципе, мы тоже движемся в этом направлении. Мы сели в свое время люди и подумали, чем это digital transformation в сферическом вакууме нам грозит. Какие плюшки, какие минусы от этого дела идут. Это проблема глобальная. Все компании, которые, у которых больше нескольких сотен людей, они так или иначе об этом задумываются и так или иначе стараются отцифровать свою работу. Это дичайший глобальный термин. На конференции VMware приводились примеры, например, healthcare заведений, приводились примеры государственных заведений. И, казалось бы, эти как бы бенефиты очень простые. То есть, они наглядные. То есть, видно, например, документооборот, возможность получить какие-то услуги в электронном виде. Они, в принципе-то, бесценные. То есть, ты сразу видишь, какие в этом плюсы. Но не все так просто, потому что это требует затраты. Запуск отдельно взятого, скажем так, digital направления требует достаточно больших вложений. То есть, нужно взять людей, специалистов, которые будут это все дело шарить и которые смогут воплотить эту мечту в жизнь. И только после этого, после нескольких операций, компания в целом будет получать от этого дела практически бесконечный профит за счет того, что ее старые сотрудники растут над собой. А новые сотрудники приходят уже работать по-новому, скажем так. И это дичайший глобальный процесс. Перехожу к следующему этапу. Следующий важный этап – это архитектурный вижн. В принципе-то, что меняется. За счет того, что так или иначе мы уходим в такие себе гибридные облака, очень полезно знать, скажем так, best practices и, в принципе, полезные рекомендации по тому, как это все делать. Буквально несколько назову, потом желающие могут, в принципе, со мной общаться побольше по этому поводу. Что важно? Важно разобрать наши solution, наши приложения на маленькие логичные кусочки. Неважно, насколько они будут масштабными, скажем так, под капотом. Главное, чтобы это были, например, один логический узел. Например, если мы говорим о сферическом бэкэнде вакууме, то желательно максимально детально разобраться, что этот бэкэнд делает. Если он вдруг состоит из нескольких гибридических компонентов, нужно понять и осознать, как их именно переносить в клауд. Как они будут между собой взаимодействовать, имеет ли смысл их разносить на несколько логических узлов в клауде. Могут ли они жить в разных дата-центрах? Могут ли они там, не знаю, быть в разных уголках планеты? Это дичайше важно, к сожалению, очень многие это не учитывают. Например, если у нас, в принципе, есть огромная база данных, и нам ее мигрировать, в принципе, это больно, но мы к ней обращаемся очень редко, мы можем отложить ее перенос до будущих времен, оставить ее в дата-центре, а в облаке у нас будет определенный киширующий уровень, который будет просто в эту базу время-то времени там обращаться, что-то там записывать, кишировать, и на наше приложение это, в принципе, особо-то не повлияет на перформансу. Такие вещи нужно учитывать. То есть нужно учитывать интенсивность, нужно учитывать взаимосвязь между компонентами. Также дичайше важно понимать вообще, в какое именно облако мы двигаемся. Например, если кастомер просто хочет облако, то есть какой-нибудь, не знаю, он говорит, хочу, например, что-то, нужно посчитать, понять, сколько стоит, например, VMware, сколько стоит Amazon, сколько стоит, не знаю, там, OpenStack. Нужно прикинуть все плюсы и минусы. Нужны ли микросервисы, нужны ли какие-то дополнительные плюшки, важно ли использование каких-то специфичных тулзовин. Куплены ли, например, у нас какие-нибудь third-party тулзы. Например, если у нас уже куплено несколько энтерпризных решений для работы с фирмвэрой, нам банально невыгодно будет идти в Amazon, чисто в Amazon. Такие вещи нужно считать. К сожалению, многие не считают это сразу. Также важно понимать экспертизу. Если у вас компания состоит исключительно из специалистов по OpenStack, переход, например, на VMware достаточно проблематичный, потому что вам нужно будет инвестировать как минимум несколько месяцев в то, чтобы ваши люди разобрались с VMware. Особенно если мы говорим о современных каких-то штуках, например, контейнеры, например, network as a service, о котором я скажу в следующих пунктах. Это достаточно комплексное глобальное решение, которое требует достаточно больших инвестиций. То есть либо приучивать текущих людей, скажем так, доучивать, либо набирать дополнительных людей, которых не так уж просто где-нибудь схантить. Нужно о таких вещах задумываться, потому что архитектурно и с бизнес точки зрения разница между провайдерами клауд не такая уж и большая. Это имеет, скажем так, разницу для экзекьюторов, то есть для нас, для DevOps, для архитектора. То есть кто-то хочет с чем-то работать больше, а с чем-то не хочет, например. Но в целом в среднем попалате функционально и для бизнеса нужно считать для каждого отдельно взятого случая. Более того, во многих случаях даже не имеет смысл переезжать в чистое облако. Имеет смысл начинать там поэтапно к этому делу двигаться, либо просто начать с микросервиса, например. В принципе, это построение подобных платформ, то есть инфраструктур через сервис, или как ни назови, оно требует достаточно детального обдумывания, зачем это надо. Существует множество примеров в софтсерве, и нацистской, и в принципе по софтсерву, когда строили, скажем так, собственную инфраструктуру, и это было просто wasting of money. Люди очень долго и очень, скажем так, глубоко работали с новыми технологиями, выстраивали хитрую инфраструктуру, которая должна была там прямо просто таки, как магия работать, поднимать клиентам там новые инстансы, поднимать клиентам контейнеры как сервис, поднимать кучу всего, а по факту это не нужно было кастомера. То есть мы это, по сути дела, на паре, хотя могли, по сути, делать совершенно другие вещи, мы могли зайти с другой стороны. Например, в тех случаях, когда сначала имеет смысл перенести приложение, скажем так, хотя бы на дома и дайвен девелопмент, подготовить его, скажем так, для микросервисов, подготовить его, в принципе, к масштабированию, в этот момент двигаться в облако и ставить это приоритетом очень глупо из детей. Такие же примеры ставились на фейнвер-конференции. В большинстве случаев не имеет смысл начинать digital transformation вот с переезда в облако. Облако — это, пожалуй, продолжение, то есть это следующий этап, вы должны дойти до этой итерации, только имея определенные, в общем так, уже достигнутые пункты в прошлом, в разъемном прошлом. Вот такой себе чек-лист нужно составить. И когда начинается переезд в облака, это имеет смысл делать, только начиная с новых компонентов. То есть те компоненты, которые писались по-новому, которые еще максимально независимы от ядра, которые у вас есть, если приложение большое, их имеет смысл сразу выносить опуху. То есть такой себе процесс бутстрапа, это имеет смысл. Старая инфраструктура, старые какие-то системы, их имеет смысл оставлять из и в будущем задуматься о какой-то их там мумификации, как это называют, каждый паразм называет, рыбарное замораживание их состояния, вот, и возможно переносить их из и в будущем, какие-то облака, когда нужно будет уже стопудово. Также архитектурно важная составляющая мониторинг. Он очень сильно поменялся за предыдущие годы. Приводились примеры больших компаний, которые запилили у себя за предыдущие несколько лет мониторинг из-за сервис. Что объединяет эти решения? Динамичность. Мониторинг перестал быть статичным. Мониторинг теперь превращается в вычисление с какой-то плавающей точки, то есть мы в данный момент, вот в текущую секунду, ловим текущее состояние нашей инфраструктуры. Что для этого применяется? Опять-таки мы используем внутренние механизмы Cloud Provider, которые у нас есть. VMware есть, используем VMware. Есть OpenStack, используем OpenStack с метриками. Есть Amazon, опять-таки Amazon. Плюс мы начали добавлять внутренних инфраструктур, скажем так, мониторинг-агенты. То есть мы вешаем какой-нибудь, не знаю, контейнер, инстанс, который просто банально сканирует на этого, который опрашивает существующие на данный момент инстансы. То есть своеобразный такой получается осьминог, который щупальца своей закидывает в нашу инфраструктуру и постоянно, скажем так, он щупает, что у нас там вообще есть. Причем конкретно данный момент, например, ситуация там одна, то есть у нас, например, там 100-500 инстансов, и там еще 100-500 контейнеров, там через секунду у нас там уже половина инстансов и в два раза больше контейнеров. Соответственно, нам нужно совершенно иначе подходить к мониторингу, нам нужно смотреть, уже как бы группировать машины не по каким-то именам, мы группируем по ролям, мы группируем, скажем так, по сервисам. То есть нас интересует, что в конкретный данный момент у нас отвечал и работал сервис и аппликейшн. Нас не интересуют отдельно взятые сущности. То есть нас не интересует, что-то физическое, осязаемое. Нам не нужно что-то вот конкретно щупать, чтобы оно работало и точно было. Нас не интересует, чтобы отвечало наше приложение. Соответственно, мы выстраиваем, в принципе, всю систему альвертинга, мониторинга и проверок вокруг API-ов, вокруг проверки текущего стейта, вокруг проверки портов, вокруг детекта возможных аномалий, вокруг проверки перформанса каких-то критиков узлов. Нас совершенно не интересуют отдельно взятые машины, контейнеры и тому подобное. Соответственно, следующий пункт дата-центр. Дата-центр перестает быть опять-таки чем-то физическим. Дата-центр превращается в логическую единицу. Он у нас может быть размазанным. Мы можем, например, дата-центр у нас, по сути дела, описан может быть в каком-то файле конфигурации и состоять из тысячи разных машин в разных уголках, либо там нескольких сотен кубернетисов размазанных где-то по планете, либо нескольких аккаунтов Амазона и так далее и тому подобное. И это все может быть одновременно. Дата-центр перестал быть чем-то стоящим, скажем так, рядом или относительно рядом. Теперь это логическая единица, не физическая. Отсюда появляются проблемы с дизастер-рекаверием. Предположим, мы переехали в облако, у нас уже там все крутится, и бизнес спрашивает нас детально, ну, скажем так, нежно, а что делать, если у нас все умрет? Предположим, у нас умерла какая-то база данных. Что мы делаем? То есть есть ли какие-то решения, есть ли у нас какие-то подходы, что вообще делать в таких случаях? Ответ, к сожалению, очень грустный. Если у вас умирает что-то большое, например, там большая база данных либо, я не знаю, большой файл-сторедж, в принципе, это вам капец в облаке. Быстрого механизма восстановления нет. То есть вы так или иначе обязаны на скорость передачи данных между вашими узлами. Даже если у вас, например, там есть копия базы данных, которая там весит 20-30 терабайт, вы ее быстро не восстановите. В принципе, это никак. То есть ваш бизнес, по сути дела, загнулся, как только вы потеряли текущую базу. Соответственно, решение следующее. Есть, в принципе, это бэкап и сторс-сллюши, на которые так или иначе хитрят. Например, вместо сохранения массива данных, они сохраняют, скажем так, информацию о том, сколько единичек и нулей в этом дампе и выставляют их какой-то посоветительности. В общем-то, получается, вместо там нескольких карабайт, несколько мегабайт информации. Достаточно весело и забавно. Работает вроде как бы стабильно, но я бы не сказал, что это прямо-таки вы можете быть уверены в эффективности этих решений. Но так или иначе ребята начали использовать такие приложения, которые вот так вот хитрятся с сохранением информации. То есть вы храните информацию об информации, не самую информацию. Весело, забавно работает. Это первый способ, скажем так, он экспериментальный. Второй способ, более проверенный, стратегический, это разделение информации на маленькие кусочки. Такой себе подход с чанками, когда вы разделяете ваши data storage либо базы данных на относительно маленькие куски, которые можно восстановить относительно быстро и безболезненно. Это требует пересмотра работы самих приложений. То есть вы в приложениях будете работать, скажем так, не с одной базой, либо с несколькими, либо это и будет переписывание базы. Ну так или иначе, это, получается, мы разделяем на маленькие кусочки. Плюс, в принципе, это хитрый способ работы с бэкапом, это повсеместное использование торрентов. Это очень удивительно, но используют торрент протокол для быстрого восстановления каких-то данных, для того, чтобы перекачивать с одних узлов на другие. Вот многие используют брокер, то есть члены данных, брокер, вот, например, тоже кавку, для того, чтобы достаточно быстро и безболезненно размазывать информацию по кластерам. Каждый из этих способов имеет свои плюсы, свои минусы. Вот как-то так. Далее, интересная тема Cloud Recovery как сервис. Предыдущий год и за следующие были реализованы и будут еще допилены несколько продуктов, которые, по сути дела, вот сделаю это самое. То есть они предоставляют рекавери. Мы подключаем, например, нашу инфраструктуру к другому облаку, в котором крутится Cloud Recovery как сервис. Он сканирует нашу инфраструктуру, смотрит, что у нас есть. Опять-таки, по первому алгоритму, хитрому, записывает информацию о нашей информации. И в случае необходимости отдельные наши узлы может восстанавливать, либо конфигурации, в общем, что угодно может восстанавливать. Но это, опять-таки, имеет свои сетюрити-вопросы. Далеко не каждая компания согласится засунуть в свою, скажем так, инфраструктуру, сканер, который постоянно будет, скажем так, снимать снэпшоты с нашей инфраструктуры, и который будет вообще, в принципе, знать все о нашей инфраструктуре и иметь доступ к нашей инфраструктуре. Более того, он сможет восстановить точно такую инфраструктуру наших конкурентов. В общем, это тут еще вопрос. То есть, если большие компании как бы задумываются о том, чтобы свое решение сделать, то для маленьких, в принципе, такое не подходит. Опять-таки, бизнес приходит с вопросом, что делать вот в случае распределенного сторожа, что делать, если отдельно взятые, скажем так, файлы, либо в принципе информация на этом распределенном стороже теряется. Вопрос глобальный. То есть, опять-таки, мы стараемся как-то дублировать информацию. Основные клауды сами по себе дублируют информацию, там уже как бы есть решение, которое дублирует. Если у нас решение попрощено, например, там в OpenStack'е какой-то свой файл-устройщий взаим, мы стараемся сами сетапить это все и делаем там 2-3 степени дублирования информации. Насколько это полезно и эффективно, это тут еще вопрос, потому что в случае какой-то критической ситуации, как там показывали статистику, шансов на то, что вы восстановите необходимый файл или необходимую информацию за разумный промежуток времени достаточно низкий. Здесь нужно использовать какое-то enterprise-решение, которое требует очень много места, которое требует дополнительных людей, которое требует дополнительных вложений. Но такие решения есть. Есть глобальный тренд. Теперь каждый хочет свой дейта-сентр. Как я сказал до этого, сейчас дейта-сентр по сути дела является понятием логическим, не физическим. Мы все теперь весело используем инструменты такие как Terraform, кто-то еще на NCB сидит для управления дейта-сентрами, кто-то сидит на HP-оркестраторах, кто-то сидит на VMware-решениях. Ну, как ни крути, у каждой уважающей себя компании есть свой дейта-сентр логический. То есть мы управляем своими ресурсами как кодом. Соответственно, это прекрасно, но было бы неплохо дойти до какого-то общего знаменателя. В тех случаях, когда используются, скажем так, инструменты общепризнанные, open-source, как я уже сказал, например, Terraform, это окей. А когда компания пишет что-то свое, специфичное, для управления своим специфичным дата-центром, состоящим из чего-то специфичного, это проблема, потому что поддержка такого добра становится большой проблемой. Нам приводили несколько примеров, например, компании Seagate, еще какие-то японско-китайские, которые вот сейчас пытаются решить такую замечательную ситуацию. у них самописанные дата-центры и переписывание и поддержка этой логики и логики достаточно гейморные занятия. Соответственно, когда мы с нуля проектируем что-то, нужно стараться избегать чего-то дикокастомного, потому что так или иначе люди уходят, люди увольняются, не знаю, кого-то автобус избивают, приходят новые люди и у них начинаются проблемы с глобальностью проблем. Потому что, например, если что-то случилось с нашей инфраструктурой, разобраться в каком-нибудь лисп-коде для автоматизации нашего дата-центра управления является печалькой. Поехали дальше. DevOps составляющая. Автоматизация и оркестрация как таковая в клауде. Что происходит? Я думаю, многие знают компанию Red Hat, которая купила Ansible. Я знаю, многие знают компанию Amazon, которая занимается клаудами, компанию Cisco и компанию VMware. Как минимум, эти наши прекрасные, уютные компании между собой договорились о каких-то общих подходах, что вообще делать с облаками. К чему они пришли? Например, у каждого, у каждой из этих компаний есть, ну опять-таки, возможно, кто-то уже присоединился к соглашению, может кто-то нет. Пришли к какому соглашению? Переиспользовать и расшаривать между собой текущие наработки. У каждой из этих больших компаний есть, скажем так, самописный какой-нибудь инструмент для богатых, который позволяет как-то красиво, классно управлять клаудами. Кто-то использует Ansible, Redhead купил Ansible, себя активно использует, у Cisco свои инструменты, куча инструментов, у VMware так само. решили все это объединить дело для того, чтобы управлять вот всем гибридным облаком, всем этим добром в каком-то универсальном флоу. Для того, чтобы они между собой, все эти инструменты были совместимы, для того, чтобы можно было, например, как-то адекватно, более-менее одинаково вызывать какие-то методы, провайдеры, механизмы. И это все было примерно совместимо между собой. Приводился пример Terraform, который, по сути дела, умеет работать с большинством существующих платформ, решений и тому подобное, но Terraform это инфраструктура. В целом же индустрия интересует не только инфраструктура, индустрия интересует полный цикл. То есть нужно сделать что-то, что будет дополнять Terraform, что будет дополнять другие существующие решения, либо объединять их. Сейчас все дружно сидят и работают над тем, как между собой связаться. Например, Chef, Puppet имеют свою аудиторию, Ansible имеет свою аудиторию, Sold имеет аудиторию и так далее и тому подобное. Нужно сделать что-то, что объединить всех под одной крышей. Компаниям окей, компаниям, которые думали, работали над configuration management, которые работали над другими подобными, скажем так, которые работали над системами as a code, то есть infrastructure as a code, configuration management as a code и так далее, им в принципе то окей заниматься непосредственным внедрением. С другой стороны, то есть внедрение это будет как бы основной метод монетизации таких решений. А непосредственно работа с конкурентами это является сейчас приоритетом. То есть нужно как-то объединиться и иметь общий флоу взаимодействия для того, чтобы покрывать максимальное количество блоков, покрывать максимальное количество решений провайдеров и всевозможных кейсов. Это основной тренд. Что требуется от скажем так девопсов? Требуется понимать, как работает все. Поэтому мы требуем на кноу выше в вышинах, чтобы люди начиная с мидл и выше понимали в принципе то, что есть на рынке, как это все добро работает, какие общие характеристики, какие черты там разные, какие одинаковые. И этот тренд только усилится в будущем. То есть так или иначе мы будем например вызывать один кусочек будет менси, будет два кусочек папета, третий кусочек соута. Чисто потому что переписывать старые вещи не имеет смысла, а будет общий флоу для вызова всего этого добра с одного места. Соответственно когда мы подстратим скажем так наши клауды, подстратим дополнительные дата-центры, у нас вопрос выбора идеальных клауд-провайдеров, выбора идеальных инструментов, он будет упрощаться, поскольку все инструменты, все клауды, все механизмы обещают иметь взаимодействие, взаимосвязь и какую-то функциональную совместимость. То есть например нам по сути дела в идеале для того, чтобы поменять тип провайдера, нам нужно поменять его название. Все остальные методы и способы взаимодействия будут именно одинаковыми. Нам не нужно будет извращаться с совершенно разными рецептами, способами подхода, архитектурами под разные кейсы. Также унифицируется секьюрити, когда мы расширяемся на несколько разных провайдеров по разным причинам. Отличные кейсы, например, большая компания покупает стартап, стартап живет, например, в Амазоне, большая компания живет, например, в OpenStack. Переводить на что-то одно смысла особо нету. Соответственно, большую компанию интересует нормальная взаимосвязь, то есть нормальный коннект, что все секьюрible было между, например, существующей инфраструктурой и новой инфраструктурой стартапа. Это все будет упрощено. Например, Amazon шарит со остальными свои наработки, Cisco шарит свои наработки. Хотят, ребята, построить универсальное решение для коннекта между всеми этими продуктами, между всеми этими платформами. На практике будет выглядеть, например, следующим образом. Мы поднимаем какую-то универсальную шину между Amazon и, например, VMware, и оно просто работает. То есть вообще без никаких проблем, нам не нужно будет заморачиваться о чем-то специфичном. Ребята между собой уже порешают, как это все должно быть между собой работать. Можно вопрос. А как будет решаться проблема роутинга, если у нас, ну, кросс именно IP сетей между клаудами? Отличный вопрос. Я его хотел в следующих пунктах раскрыть. Вот сейчас конкретно Amazon расшарил свою прекрасную наработку. Они хотят предоставлять Network as a Service. Там еще, кстати, компания Oracle подключилась. Oracle купила какую-то американскую большую компанию, которая тоже этим занимается. В общем, они все между собой дружат, и они хотят строить универсальную сеть между всеми. То есть, чтобы их системы управления сетью были совместены. Если, например, нам нужно, ну, как это будет работать под капотом? То есть, у нас будет одна логика управления сетью. Даже если у нас идет, например, дублирование рейнджей сетей, например, или как-то у нас идет дублирование роутингов, это будет решаться на уровне, собственно, ядар-сети. Понятное дело, нам там скажут, типа, ребята, есть какие-то ограничения. То есть, если у вас одинаковые подсети, то у вас есть там два решения, нормальные и через заднюю, извините, у меня самый французский. И мы сможем выбирать, нормально сделать и не очень. Но сам факт того, что мы сможем объединить адекватно, сейчас у нас в основном объединение идет как? VPN, если повезет, или какие-то там, в принципе, без VPN, что-то как-то просто через интернет, если не повезет. Когда у нас общее ядрое управление сетью и совместимые, скажем так, способы коннекта этого всего делать, мы будем иметь как минимум больше скорости. Кстати, о скорости. Там, ребята, сейчас как раз все большие компании работают над следующим протоколом по нетворку. То есть, там какой-то TCP, скажем так, 2.0. Это для клауда нужно, потому что сейчас проблема с перформансом. То есть, не влезает это все в сети. Поэтому объединились усилия. Это все анонсировали вот на VMware конференции. Обещали скоро родить, скажем так, network 2.0, который вот как раз будет себя включать в фичи объединения между собой клаудов. То есть, они между собой дружить будут. Плюс будет скорость намного выше. И, кстати, там вроде как бы даже можно возможность поддержки всесторонного VPN. То есть, VPN будет работать не он топ, он TCP, а он будет работать как бы внутри. То есть, это будет вообще дико круто. Вот такой сериал. А по IPv6 пока как бы тенденции нету в клаудов никаких. Насколько я понял. по этому поводу шутили следующим образом. Они сказали примерно так. Мы бы пригласили специалистов по IPv6 на конференцию, но они сошли с ума. Примерно такая шутка была, дословно не скажу. Но, в принципе, над этим работа ведется. Вот она будет как раз частью... Вот есть такая тема Network Functions Virtualization. Туда же, в принципе, уйдет IPv6, потому что IPv6 управлять вручную это дико наркоманская вещь. Они хотят эту штуку сделать автоматизированной. Потому что сделать автоматизированной нужно, во-первых, иметь, скажем так, общую логику того, как это все будет работать. Ну и, во-вторых, договориться о каких-то общих стандартах. Сейчас, как раз, договорятся вот это вот все как бы идет как бы все вместе. Договорятся об общих стандартах как взаимодействовать с этим добром. Опять-таки, вот работа с роутингом, например, там, пересечения IPv6 сетей. с IPv6 сетями как бы сложнее пересечься, но мы-то знаем, что люди все работают по одному халуту. То есть, кто-то написал там экзампл как сетапить и все, и понеслась. Это все будет вместе под одним флаконом. И, насколько я помню, IPv6, в принципе, сам по себе в роутинге предполагает более адекватное управление одинаковыми, скажем так, подсетями. То есть, там можно будет поставить такой себе бастион и через него ходить. Систематический бастион в раку. В общем-то, это все будет. Нам обещали это все в 2017, но я так вангую будет 2018-2019. Что проектилист. Ну, IPv6 89-го года никак не появляются. Ты хочешь за два года TCP 2.0? Ну, за что купил, зато продал. Они обещали в следующем году, поэтому накидываем плюс несколько лет. Получается так. В чем еще прикрош блин, смысле сбился. У них сейчас вот основная фишка это договориться об, скажем так, общей разработке этого всего добра. То есть, они эту работу начали и чего далеко ходить, например, с Циском внутри, если кто-то там плотно, кто знает, что Циска в какой-то степени отказывается от собственного дата-центра. То есть, мы наши разработки глобально передали, скажем так, в общак. Вот. Для того, чтобы не плодить свои велосипеды, потому что отдали разработки тем людям, у которых это получилось сделать лучше на данный момент, и будут, скажем так, выбираться те инструменты, которые более эффективны на данный момент. Вот. Высвободившиеся люди, высвободившиеся ресурсы будут концентрироваться на описании логики. Например, Циска сейчас активно работает над нетворк фиртуализацией. То есть, мы хотим сделать нетворк сферической штукой, которую можно просто как бы стабить как сервис. Вот. И над этим работают вот те люди, которые выслабились от написания велосипеда. Получается, такой вот оптимистичный взят на вещи. Ну, опять-таки, это говорили топовые ребята, поэтому они, возможно, что-то знают, скажем так, о том текущем состоянии вещей. Даже если они там немножко переоценивают успехи, то все равно это вопрос нескольких лет. Еще один пункт такой прекрасный Upvolumes. За счет того, что мы уходим в облака, уходим в вот такие вот гибридные в принципе инфраструктуры, появляется необходимость работы с дисками и, в принципе, со сторожем по формату отдельной application, отдельный, скажем так, сторожем разделять между собой логически в какой песочнице и где и как работает приложение. Дичайший интересный подход на самом-то деле, это очень важный подход в тех случаях, когда нам нужно учитывать перформанс, когда нам нужно учитывать и разделять между собой злы. Например, если у нас там сто пятьсот инстансов фронтендер, его не имеет смысл поселять на том же сторожем, на тех же волюмах, на которых работает backend, потому что совершенно разная интенсивность, совершенно разные типы операций, имеет смысл разделять. Плюс имеет смысл разделять географически. Например, фронтендер имеет смысл отдавать ближе к пользователю, а backend у нас уже не так чувствительный, то есть backend делает совершенно другую и backend в большинстве интероперезных решений имеет смысл ставить где-то рядом с базами данных. особенно учитывая то, что я до этого сказал, если мы базу данных не можем перенести по каким-то причинам быстро, она возможно где-то живет в дата-центре, нам имеет смысл так вот узлы примерно разделять. То есть это может быть по сути дела логически одинаковые узлы, но они должны быть разнесены. Это намного выгоднее и эффективнее. Поехали дальше. Интересное направление в принципе подход дата-центра как софтвер и девайной штуки. То есть у нас перестали рассматривать как таковой сторож, дата-центр в принципе все это дело как физическое явление. У нас теперь это уже что-то он топ. Общий редмэп нам рассказывали, я его поименовам кратенько рассказал. То есть мы чем далее, тем больше у нас все описано банально в файлах, тем более у нас распределенные и тем больше у нас необходимости как-то хитро менеджить эти данные. У нас появилось много приложений, которые позволяют управлять нашими сторожами, управлять центрами, визуализировать это красиво. То есть мы видим особенно это относится к динамичным ресурсам. Например, если мы покупаем нищебрут эдишен амазон инстансы, там сплот инстансы, например, либо аналог у других вендоров, то нам было бы прикольно смотреть где в текущий момент находятся наши инстансы, что это вообще, насколько оно далеко от кастомера, может быть мы как-то хотим на лету между этими инстансами распределять нагрузку, данные. В общем индустрии очень нужны инструменты, которые смогут real-time показывать и позволять как-то управлять нашими сториджами, дата-центрами в принципе, для того, чтобы мы могли как-то себе прогнозировать что, где должно как быть. Особенно интересно кейс приводили The Block Friday предыдущего года в Штатах. Ребята показали, насколько интересно они на лету переносили нагрузку и переносили данные между дата-центрами, поскольку получается тайм-шифт между восточным и западным побережьем в принципе они умудрялись на лету переносить киши, переносить самые необходимые штуки на западном побережье, поскольку там буквально на несколько часов позже приходила нагрузка. Дико прикольно и дико круто. И Big Data здесь же, они смотрели, анализировали, что вообще кому интересно и, скажем так, заранее подгружали необходимые ресурсы. И снова таки здесь сразу следующий пункт то есть High Wobility и Workload. То есть в данный момент в условии гибридного облака здесь сразу же подключается Big Data, то есть нам нужно заранее предугадывать и в принципе анализировать данные, что, где, как может быть. Нам нужны системы, скажем так, с искусственным интеллектом, насколько это возможно, которое будет нам позволять распределять все быстро, распределять все круто, интеллектуально, балансировать, причем это все в динамичной среде. Как сейчас выглядит типичная гибридная облака? Мы имеем несколько физических дата-центров с какой-то старой фигней, мы имеем несколько клаудов, в которых живут более-менее новомодные штуки, мы имеем где-то вот или в этих клаудах или просто где-то отдельно мы имеем какое-то количество контейнеров, кубернетисов, еще чего-нибудь, в которых либо в принципе живет приложение, либо мы используем это для каких-то динамических операций. Например, считаем, что у нас есть отличный пример, на конференции провели пример Science, когда в контейнере запускается подсчет чего-то, оно очень тесно сотрудничает и работает с ликвидным облаком, одну часть информации в одну сторону, другую часть в другую, это все на лету, это все нужно понимать или, например, вот опять-таки пример с продаж, нужно вот в нужный момент обновить базы, нужно перекинуть в нужное направление какую-то нагрузку, нужно перекинуть какие-то картинки, нужно поменять скидки, это все должно быть на лету. Очень интересно, и это имеет смысл узнать. Девопсик, который сейчас интересуется, чем бы заняться, чтобы такого почитать, поинтересоваться, на самом деле не только девопсик, ко всем относятся нашим инженером, имеет смысл почитать, как сейчас прикольно, с помощью бигдейта разруливают в принципе вырубилики порталов и сайтов, как раскидывают нагрузку, и как на лету применяются определенные изменения. Если говорить о технических, нас интересует кластер аналитин, как таковой, какое-то время назад я там рассказывал о намаге, например, есть аналоги, то есть нам в нужный момент, буквально в течение нескольких секунд, нужно по всем кластерам продвигаться и применять изменения. Кстати, о распределенности. есть огромная проблема это держать имидж аджестри при принципе артефакторе в широком понимании своего артефактора. А в случаях, когда у нас гибридное облако, когда у нас все размазано между кучей локаций и у нас временно происходит куча деплойментов, особенно если мы имеем дело с фронтендом, для нас просто-таки боль и унижение иметь свои имидж аджестри, иметь свои например npm иппозиторий, а свои мы иметь хотим, потому что если пользоваться вопросом, то у нас будут большие проблемы из-за того, что там выпиливают какие-то версии, либо там меняется зависимость, в общем, люди, которые с этим сталкивались на практике, понимают вообще о чем речь, насколько это больно, на лету сейчас собрать фронтенд и раскидывать его на кластера, это вообще-то еще более унижение, я имею джесный, поэтому нужно иметь какие-то свои слепки имиджайджисты, в случае облаков да и в принципе современного подхода к дата-центрам и подобным вещам, нужно озадачиваться тем, чтобы у нас имиджайджисты, скажем так, артефакторы были максимально близко к среде исполнения и к среде деплоймента, то есть у нас по сути дела с каждым деплойментом идет еще и деплоймент имиджайджисты, то есть мы его должны там держать, мы его должны субботить после сферической артефактой в вакууме, поскольку без этого мы очень сильно проседаем по стабильности и скажем так индустрия это очень сильно ощущает, это очень больно, потому что это дополнительные затраты, вот никто же не хочет собственно держать еще дополнительно один и два своих сервиса, все там хотят просто, например, там имидж стал, а так не получается на практике, потому что все меняется, мы например там сейчас собрали что-нибудь, а через 15 минут не можем, потому что у меня есть депутат. И это беда, нужно учитывать. Соответственно, у нас появляется дополнительный греб, поскольку нам под эти задачи нужны люди, которые просто занимаются чем-то отдельно взятым, у нас возвращаются просто опсы, наш уютный мир, то есть у нас есть теперь девопсы как бы белые господа, и есть девопсы просто опсы. между ними есть большая разница в понимании общей картины, то есть нужно их как-то вводить в кое-что дело. нужно ну здесь конкретно еще секьюрити вопрос, поскольку такие вот артефакты они должны быть в ядре систем, и они должны быть доступны, и там по сути дела лежат бизнес-артефакты, там лежат бизнес-данные, это все огромный большой вопрос, нужно всем этим очень правильно управлять, и нужно сразу придумывать вообще куда что должно быть доступно. Здесь опять-таки нам на помощь приходит секрет сторож и тому подобные вещи, это нужно учитывать. Опять-таки нюанс интегрated софтверс-то как таковой, нас интересует постоянный процесс интегрэйшн между собой, то есть нас интересует, чтобы софтвер между собой было взаимосвязано, нас интересует, чтобы все между собой собиралось, нас интересует, чтобы в принципе это были совместимы какие-то аппликейшн и если они не совместимы по каким-то критериям, например, смена версии, поменялся API, поменялся не знаю тип работы с какими-то данными, для нас это все превращается в боль, мы должны это все отслеживать, поскольку наша инфраструктура становится размазанной между локациями, мы не можем например задеплоить все подряд, мы можем, может случиться ситуация такая, что не можем задеплоить всю инфраструктуру с нуля из-за того, что поменялись какие-то депенденции, это превращается в боль, в итоге разделяется вот общее управление на маленькие кусочки, деплоится по кусочкам и существуют огромные запросы стороны бизнеса и IT в целом на то, чтобы это все было между собой совместимо, люди, знающие скажут, что тут же NPM переписывается, Ruby по кач-менеджер переписывается, все переписывается для того, чтобы максимально поддерживать облака, поддерживать независимость узлов, чтобы можно было независимо друг от друга собирать апротечность, это тоже относится например и к двоксовским кузам, то есть мы сейчас движемся к тому, что все запускается более-менее in parallel, то есть мы не падаем в случае каких-то ошибок в отдельных рецептах, по крайней мере по возможности добавляются способы обойти такие, скажем так, блокировки и все движется к распределенности инструмента. Так, поехали дальше. Я упомянул уже вскользь несколько раз клауд аппликейшн, то есть основной тренд на будущее это то, что приложения сами по себе должны уже быть с поддержкой клауда как таковой. Мы, когда проектируем новые приложения или пытаемся как-то усовременить старые приложения, нас уже интересует клауд. Мы сразу хотим, чтобы наше приложение было максимально разделено на независимые узлы, чтобы эти узлы могли спокойно независимо деплоиться, чтобы у них был по возможности независимый лайфсайкл. То есть во всех возможных нюансах мы стараемся разделять и власты. Это факт, это относится ко всем возможным узлам, ко всем возможным подходам. Мы выделяем все необходимые скрипты, деплоймент, вообще все, что можем, стараемся разделить, чтобы оно было максимально универсальным. Особенно, если там, например, до этого скрипты были, или какие-то там способы написания, способы деплоймента, способы выкатки прожжения были специфичными для одной платформы, нам нужно от этого избавиться. Главная проблема continuous integration, continuous deployment для контейнера как таковы. Неделю или две назад выступал Андрей Миляненко и рассказывал, например, как мы кубернетис выливаем через тревис. Рекомендую в качестве референса посмотреть на данное выступление. Общая идея следующая. Мы привязываемся конкретно к сервисам. То есть нас интересует апрекричный как таковой, нас не интересуют отдельно взятые контейнеры, нас не интересуют отдельно взятые физические что-то. Мы просто описываем, что мы хотим. Вот описываем количество, сколько нам нужно это, и обвязываем между собой все грубо говоря по сервис-нейму. То есть если нужна какая-то взаимосвязь между узлами, мы хотим, чтобы application 1 был взаимосвязан с application 2, мы их просто между собой дружим. Если нам нужна шина данных, мы также добавляем шину данных. Если нужен какой-нибудь консул, мы его добавляем. Но это все должно быть динамично и никаких хайдкодов, никаких возможностей указаний жестких имен вам удобно. Дико полезная и интересная штука в будущем будет container as a service. Сейчас множество стартапов, множество новых проектов и старых. Все, что они хотят, это, по сути дела, несколько контейнеров, которые просто работают. Соответственно, они хотят кнопку запустить и все. В данном случае на арену выходит контейнер как сервис. Контейнер, извините. По сути дела, кастомер просто указывает, что он где хочет запускать и на этом все. Это может быть просто пуш докер-контейнер либо рокер-контейнер, это может быть просто пуш аппликейшн и все. Больше ничего не интересует кастомер. BMW опять-таки представил свои контейнеры у них на основе фотона. Другие компании также представили, там OpenStack представил свои контейнеры, в Амазоне давно уже были. По сути дела, максимально упрощенным виде мы можем запускать контейнеры. Так много, как мы хотим, в такой комбинации, как мы хотим. Все очень просто, user-friendly и, по сути дела, каждый уважающий себя сейчас инженер должен с этим разобраться, потому что это, скажем так, единственный возможный способ написания приложений в обозримом будущем, если мы не говорим о desktop аппликейшн. Desktop северное сейчас требует микросервенности в том или ином виде. Плюс следующим этапом будет, по сути дела, запуск контейнеров прямо на ядре. Мы будем лишены этапа гиперизора. Вот примерно, по сути дела, как и работает в Python. Как они называются. По сути дела, мы лишены будем операционной системы. Мы только запускаем оболочки на операционную систему. Мы запускаем напрямую контейнеры и все, лишнюю посторонницу. Cloud Native Stack это глобальный термин, который обозначает совместимость языков, совместимость инструментов и, сути дела, тулсеты такого себе швейцарского тулсета с современным hybrid cloud и прочим. Сейчас все движутся и языки как таковые, и фреймворки как обязаны к языкам. Все движется к тому, что из коробки оно должно давать инструменты для работы с клаудом. Это все, по сути, делает переключающий пункт open source data center, то есть у нас все уходит в open source, что необходимо для описания сферического happy cloud data center вакууме. То есть все, что мы можем себе представить, большие компании отдают в open source, потому что open source будет позволять покрывать много больше кейсов, нежели enterprise это проприитарная штука. Поприитарная штука более стабильная, но она меньше покрывает, и мы будем иметь сто пятьсот инструментов под сто пятьсот кейсов. Мир идти движется обратно, что мы хотим покрывать всем минимальным пустом. Ну и по сути дела integrated containers они вытекают из всего предыдущего, то есть у нас по сути дела контейнеры теперь везде, то есть у нас приложение с собой теперь представляет контейнер логический, у нас операционная система контейнер, таковые доки, и так далее. У нас все по сути дела контейнеризируется для того, чтобы можно было горизонтально скейлить, горизонтально управлять нашими ресурсами и всячески по возможности все дело кастомизировать, изменять, запускать и удалять. Избежать этого уже не получится. Будущее. Что нас ожидает по разверению наших игрок с VMware и их партнеров? Нас ожидает повсеместный искусственный интеллект. Имеется в виду Internet of Things, имеется в виду Big Data, имеется в виду в принципе это все, что мы только можем себе представить. Искусственный интеллект нам в том числе нужен например для балансировок между клаудами, например. Для придумывания какие-то стратегии, для предложения оптимальных для этого нужна визуализация, как упоминалось в предыдущем пункте, для этого нужен какой-то сканер наших клаудов и тому подобное. Digital transformation in general, то есть это в принципе название процесса перехода компаний на современные рейки. Под этим термином понимается абсолютно все, что можно себе представить под digital transformation, то есть банально от написания автоматизации чего-то и заканчивая не зная просто контейнер как сервис, hybrid cloud как сервис, то есть мы просто щелчком пальца запускаем плюс 100-500 чего-то и оно просто работает и клиенты довольны и все счастливы. Fortifying Cloud позволяет от собой все необходимые нам security штуки, то есть мы хотим максимально обезопасить наше соединение с нашими узлами клаудов, мы хотим максимально мы скажем так хотим универсальные какие-то шины между ними, мы хотим чтобы мы были уверены в том, что то никто не заломится, threat defense какой-то мы хотим сканировать что у нас в сети происходит в нашем таком сети дата-центре, мы хотим быть уверены в том, что мы можем восстановить данные ну и бэкапить и понятное дело быстро восстановить данные чтобы это не было совсем критично для бизнеса то есть там в умеренное количество часов мы могли восстановить у нас все должно быть максимально взаимосвязано у нас все должно быть максимально совместимо между собой отдельно взятые узлы должны с полпингами с собой связываться какими бы узлами это не было то есть должны быть старые модерновые сервисы узлы аппликейшн и так далее мы стремимся к тому чтобы обмен данными обмен информации между старыми новыми компонентами компонентами в разных узлах сетей был максимально простым понятным и работающим как я уже сказал до этого open source становится дико критичным потому что большие компании все отдают в open source скажем так инструменты для управления инфраструктурами отдали в open source для того чтобы поддерживать как можно больше платформ как можно больше подходов и с другой стороны это дико критично потому что open source приносит свои проблемы основной у нас open source о том что он изменяется без контроля то есть может поменяться версия она перестанет быть совместима с чем-то это для бизнеса критично это риски вот пытаемся улучшить планету скажем так и довести вот эти риски эти критические ситуации до минимума думают над тем чтобы такого сделать также следующая большая штука это в принципе провадим какие-то тузовин для управления для битдейта особо критично то есть мы хотим смотреть что вообще происходит мы хотим для иот штуки для управления вот кстати все же это понятное дело живет в современных облаках то есть у нас по сути дела в какой-то степени интернет фринкс это одно большое облако в какой-то степени то есть как минимум облако из узлов которые занимаются агрегацией данных от иот обычно то есть мы на каких-то узлах стираем передаем на следующие и так далее нам нужны инструменты для визуализации управления всем отличный пример того выглядит это на практике показывали амазоновцы когда приезжали в Киев то есть они попросили всех запустить на телефоне приложение и по сути дела визуализировали то где все эти люди сидят что можно с ними сделать как управлять именно такой подход желающие могут попросить ссылку на это выступление также всех интересует next generation storage текущий storage за счет опять-таки network limitation за счет логических limitation он не устраивает потому что он не позволяет масштабироваться так как мы хотим он не позволяет сохранять данные настолько надежно насколько мы хотим и он требует от нас такие же там ad volumes какое-то распределение вот например огромная печаль для openstack это текущий сэр то есть это просто боли унижения на больших нагрузках и так практически со всеми текущими решениями происходит то есть нужны новые решения по управлению данных ну то есть по управлению storage то есть storage должен быть как сервис и это огромный запрос текущие стартапы предлагают как бы решение этой проблемы предлагают разные подходы для того чтобы как управлять storage как вообще происходит в кладе поскольку для кастомера неважно что там происходит только потом кастомер хочет просто чтобы у него быстро все работало я в принципе все рассказал что хотел вопросы у меня нет тишина спят спят У меня есть хитерное питание, ты сгадываешь, что там будут дропы супервизоры, или там не пришлось гипервизоры, сори? Гипервизоры будут скипнуть. Ага, а чего? Я так интересно. Они подменяются. Это достаточно глобальная тема. Как таково, PhotonOS для работы с контейнерами, он переосмысливает работу гипервизоры. То есть гипервизор превращается в ядорога запуска контейнеров. То есть в тех случаях, когда кастомеру не надо, вот именно операционная система, он хочет просто контейнеры. Ему не нужен гипервизор как таковый. Понял, я конечно.